Владимир Иванович, спасибо за то, что согласились с нами встретиться и дать это интервью. Компания РЖД 1 октября исполняется 10 лет. И все это время компания была неразрывно связана с вашим именем. Вы пришли в транспортный сектор в 2000 году, были заместителем министра путей сообщений, потом в 2003 пришли в РЖД. Сначала замминистра транспорта был. Насколько приход в транспортную отрасль был для вас неожиданным? И как вы восприняли такой поворот в своей карьере? Вы знаете, вообще говоря, приход в Министерство транспорта не был таким уж неожиданным, потому что я в этот момент, до этого, я работал начальником Северо-Западной окружной инспекции Главного контрольного управления президента. И очень серьезная часть работы была связана с контролем за исполнением указов президента по развитию портов в Финском заливе. Тогда ситуация была из рук вон никудышная, деньги тратились, а никакого продвижения, по большому счету, не было. И мне пришлось очень серьезно вкапываться в саму проблему. Я же не транспортник по образованию. И за эти два-три года, которые мне пришлось этим заниматься, конечно, в этой области я определенные знания и опыт, безусловно, приобрел. А потом, когда происходило реформирование администрации президента, тогдашний министр транспорта Сергей Владимирович Франк пригласил меня к нему заместителем министра транспорта. Мы с ним познакомились и в Совете директоров тогда еще существовавшего Балтийского морского пароходства. Мы сталкивались на этих совещаниях, далеко, кстати, не всегда единодушно оценивая ситуацию, но всегда эта оценка исходила из потребностей развития отрасли, из потребностей государства. Поэтому, когда такое предложение поступило, я, честно вам скажу, долго колебался, но, тем не менее, решил это предложение принять. И поскольку был абсолютно наивным в области вот этой чиновничьей части, я попросил Сергея Оттовича гарантировать, что я буду заниматься тем, что я знаю. И, значит, сформулировал это как замминистра транспорта по северо-западному округу. Опытный Сергей Оттович, значит, глумакомысленно согласился, и сейчас не хочу называть одного серьезного чиновника в правительстве, который со мной проводил первую беседу, и когда я ему сказал в ответ на его вопрос, о чем я буду заниматься, у него глаза, конечно, округлились, стали в пол лица, потому что такой должности не существовало и, в принципе, существовать не могло. Вот это такая, скажем, налет наивности, с которым я приходил в Министерство транспорта. Владимир Иванович, ну, с июня 2005 года вы уже возглавляете РЖД как президент РЖД. Вот кто вам сообщил об этом назначении? Что вы почувствовали, когда это услышали? Какие задачи стояли перед компанией тогда, и, в частности, перед вами? И какую модель международную вы брали за основу? Вы знаете, работая в Министерстве транспорта, я занимался еще вопросами сотрудничества и взаимодействия различных видов транспорта, поэтому волей-неволей портовый бизнес и железнодорожный бизнес, а также люди, которые в отрасли работали, они были мне неизвестны. Я это изучал, изучал профессионально, поэтому, когда поступило предложение, а оно формулировалось в несколько этапов, через несколько итераций, и были разговоры и в администрации президента, и были разговоры с министром, естественно, и потом окончательное решение было принято, оно было принято на уровне таких должностей, это номенклатура правительства, естественно, администрации президента, президента, и когда было окончательно сформулировано это предложение, была сформулирована задача, что вы идете туда именно на реформирование отрасли. Вы должны, естественно, владеть ситуацией по отрасли, овладеть самим предметом, но ваша основная задача – это реформа. И вот с таким наказом я, собственно говоря, пришел в компанию. Вот вы как раз вспомнили про реформу железнодорожного транспорта. Удалось ли выполнить те задачи, которые ставила реформа? Допустим, если пофантазировать и представить, что была бы машина времени, можно было бы немножко вернуться назад, может быть, что-то вы сделали по-другому? Поскольку реформа железнодорожной отрасли по своей сложности, в общем-то, сопоставима, по всей видимости, с реформой экономики в целом, потому что это существенная часть экономики, никто не знал, загадя, как эту реформу осуществить в такой масштабной отрасли, как Министерство путей сообщения. Мы в тот период времени были вторыми по протяженности, первыми по электрификации и остаемся. Работало почти миллион пятьсот человек в отрасли. В отрасли испытывало тяжелейшие последствия стагнации, когда денег не было не то что на инновации, денег не было на поддержание отрасли. И все это в совокупности еще требовало изменения не просто системы управления, изменения ментальности людей, которые и управляли отраслью, и работали в отрасли. Эта задача была архисложная, естественно, пришлось изучать опыт Европы, изучать опыт Великобритании, Соединенных Штатов Америки, всех стран развитых в тот период времени в области железнодорожного транспорта. И модель, которая была избрана, она была компромиссной между очень сильной группой тогда и политиков, и членов Государственной Думы, парламентариев, которые весьма, скажем так, настороженно относились ко всем идеям, связанным с переходом на новые рельсы экономические, и той группой, которую сегодня принято называть реформаторы, которые, наоборот, считали, что надо мгновенно и сразу сделать все. Компромисс в результате получился, как всегда, может быть, не стопроцентным с точки зрения результативности, но в такой отрасли, как естественная монополия, как железнодорожный транспорт, естественно, нельзя было допускать крайности. Это была еще одна задача, которую решало и Министерство путей сообщения, когда готовились документы по реформированию, и впоследствии само управление компанией. Если оценки, говорят, то эти оценки делаются правительством, эти оценки делаются обществом. Официально все рассмотрения элементов реформирования, периодов реформирования, получили положительную оценку правительству. Это означает, что мы сделали все, что мы хотели? Конечно, нет. Я думаю, что и общество не может сказать, что оно удовлетворено тем, как все произошло. Но есть дистанция между тем, что идеально, и тем, что возможно. И реформирование такой отрасли – это, конечно, компромисс между идеалом и тем, что возможно сделать. Сделано очень много, на мой взгляд, и только слепой может этого не замечать. Осталось сделать не меньше. Но основное – изменение ментальности железнодорожной отрасли с точки зрения людей, которые в ней работают, изменение ментальности руководства отрасли, правления, система взаимодействия с правительством, которая всегда выстраивалась на серьезных противоречиях, потому что есть отраслевые задачи, есть государственные, общественные задачи, но всегда находился правильный баланс интересов отрасли и общества. Мне кажется, что можно свидетельствовать о том, что реформа в целом, с точки зрения ее реализации, в достижении поставленных целей развивалась достаточно динамично и, объективно говоря, вполне успешно. Потому что если мы вспомним, как произошла реформа, например, в развитой капиталистической стране Великобритании, которая заканчивалась просто коллапсом железнодорожным, то я думаю, что нам есть, что поставить себе и в плюс. — Все-таки, оглядываясь назад, можно сказать, что что-то, может быть, вы сделали бы по-другому, какие-то выводы для себя? — Вы знаете, компромиссы всегда отступление от идеала. И вот если бы были возможности, вот если бы мы сейчас и общество, и мы, кто работает в отрасли, и кто управляет отраслью, и правительство начали реформу вот сейчас, с теми знаниями, с тем уже опытом, который мы получили, я уверен, что кое-что было бы сделано иначе. — Ну, например, я считаю, что тот опыт, который мы получили, пойдя по пути полной приватизации универсального подвижного состава, он дал не только положительные результаты с точки зрения обновления подвижного состава, но он дал и негативные результаты с точки зрения возникновения системы неуправляемости. При профиците вагонов у нас возникают ситуации, когда у нас вагонов не хватает. Почему? Потому что станции заставлены вагоном, один конкретный оператор договорился с конкретным грузовладельцем, и вот в этой полуторатысячной массе вагонов, а то и две тысячи массы, значит, отобрать 30 вагонов, которые нужно передвинуть именно под подгрузку, вы представляете, какая огромная работа, пустая, проводится с использованием локомотивов, с использованием людей, неэффективна. Я думаю, что, ну, во-первых, никто не сказал, что нельзя откорректировать некоторые вещи, но думаю, что вот в этой части, наверное, нужно было прислушиваться к тем, кто говорил, что нет, пускай в управлении у владельца инфраструктуры, у перевозчика, останется до 30% универсального подвижного состава. Я говорю только об универсальном. Может быть, в этом была определенная сермяжная правда. А вот вы говорите, что можно корректировать, каким образом? Ну, реформа же это не что-то такое, сделанное из железобетона и стекла. Это же гибкая система реагирования на изменение конъюнктуры, на изменение потребностей общества, на развитие экономики. И с этой точки зрения мы постоянно ведем аналитическую работу для того, чтобы снабжать и правительство, и в общество информацию давать о том, что идет неважно, что нужно откорректировать, а что идет более-менее нормально, что нужно поддерживать. По этому пути надо идти. Скажите, после 10 лет РЖД вы в большей степени ощущаете себя чиновником или бизнесменом? И как этот баланс удается сохранить? Вы знаете, я все-таки не карьерный чиновник. Поэтому нельзя сказать, что я с молоком матери вот эту бюрократическую систему впитал. Я же вам рассказывал, в каком наимном состоянии я приходил в Министерство транспорта. Может быть, это недостаток, но в этом есть и определенное достоинство. Потому что, когда приходишь и начинаешь делать что-то, и взглянул на это незамыленным, как принято говорить, глазом, то многие вещи смотрятся несколько иначе, чем для человека, который постоянно в этом живет и постоянно работает. Это не означает, что тезис о том, что реформу может произвести только тот человек, который не связан с системой, что он справедлив. Нет. Потому что и мы бы ничего не сделали, вот те, кто пришел, не будучи железнодорожником, мы бы ничего не сделали, если бы не поддержка, как я называю, профессиональных карьерных железнодорожников всей сети. Но сейчас уже после почти 12 лет в отрасли, я думаю, что нас тоже трудно назвать не железнодорожниками. Нет, я никогда не чувствовал себя чисто бюрократом, потому что это хозяйствующий субъект, это огромная отрасль, здесь все считается. И все зависит от эффективности, и в том числе эффективности экономической. Потому что мы всегда, прежде всего, исходили из того, что мы, безусловно, представители бизнеса, бизнес-сообщества, но у компании есть совершенно четкие государственные задачи, которые формулируются правительством и советом директоров. Мы обязаны их выполнять. Для РЖД тяжелым испытанием был кризис 2008-2009 года. В связи с этим, как вы считаете, в мировой экономике кризис заканчивается? Вы видите какой-то свет в конце туннеля, если вы говорите железнодорожный термин? Или он будет продолжаться? Почему Россия столкнулась с таким резким падением темпов роста? И какую роль РЖД может сыграть в восстановлении роста? Ну, здесь я должен сказать, что, по всей видимости, от папы с мамой он наследовал какие-то гены неуемности и стремление познать то, что ты не знаешь. Поэтому, вы знаете, что я активно участвую в работе международной организации Мировой общественный форум «Диалог цивилизации» и ряда других. Я завкафедры государственной политики, факультета политологии Московского университета. И это все не для того, чтобы нахватать себе чинов и шапок. Значит, это отражение эволюции и развития самого себя. Поэтому говорю об этом даже не с позиции отрасли, а говорю с позиции вот именно этих инструментов изучения реальности. Мы еще за несколько лет до кризиса 2007-го, на самом деле он в 2007 году начался, сформулировали в МОВ «Диалог цивилизации» тезис о неминуемости в ближайшее время кризиса. Оказали, к сожалению, правы. В 2008 году, когда кризис только наступил, я совершенно четко выступил, не согласившись с Алексеем Леонидовичем Кудрином. Ну, может быть, он тогда исполнял определенную политическую функцию, когда он говорил о том, что кризис нас не затронет, значит, мы будем тихой гаванью, он пройдет мимо. Я тогда сказал, что это невозможно по той простой причине, что уже в то время российская экономика была частью, хотим мы этого или не хотим, нравится или не нравится, глобальной экономике. И не могут процессы глобальной экономики не отражаться на суверенной экономике. И тогда же мы сформулировали вывод о том, что основной причиной того, что называлось вначале финансовым кризисом, является системный кризис той системы, которую по-прежнему принято называть капиталистической системой, хотя таковой она не является с точки зрения чисто маркетинской формулы, это не тот капитализм, прямо скажем. И эксперты западные, они с этим соглашаются. Если вы посмотрите, мы сейчас выпустили очень интересную, на мой взгляд, работу, 22 идеи, как урегулировать мир. 22 идеи, как урегулировать мир. Там участвуют два нобелевских лауреата, там участвуют экономисты, там участвуют политологи, политики, ученые. И вы увидите, что на самом деле речь идет о новой формации, имя которой пока до конца не определено. Но это уже точно не капитализм свободных рыночных отношений. И не капитализм той формулы, где есть капитал и где есть рабочая сила. Значит, совершенно очевидно, что произошло отчуждение капитала от труда и произошло отчуждение финансового капитала от остального капитала. И вот это отчуждение явилось, собственно говоря, причиной того кризиса. Все эти надутые баллоны, как их принято называть, которые лопнули в Соединенных Штатах Америки, это было естественным следствием того, что происходило. Мы этого не видели, мы этого не понимали. Но самое опасное заключается в том, что сегодня западные лидеры по-прежнему пытаются делать вид, что они не видят никакой разницы. Мировой банк выписывает одни и те же рецепты, что Португалия, что Греция. Хотя проблемы очень серьезные существуют и в экономике, например, Франции, или Испании, или Италии. А кажущееся развитие экономики Соединенных Штатов Америки происходит просто из-за того, что Штаты ничем не лимитированы с точки зрения накачивания ликвидности, то есть печатания денег для своей экономики и для продажи в остальной мир. Поэтому, если эта система не будет изменена, то, о чем, кстати, говорили многие лидеры и о чем говорит Владимир Владимирович Путин, если эта система не будет поставлена все-таки в рамки контроля и финансовые махинации не будут поставлены под контроль, я думаю, что глобальную экономику ждет очень серьезный, просто не кризис, а разрушительный цунами. Владимир Иванович, а вот если говорить о российской экономике, какие риски российской экономики вы видите? Готова ли к ним компания? И не является ли возможной нулевая индексация тарифов на 2014 год одним из таких рисков для компании? И сохраняете ли все-таки надежду, что удастся договориться с правительством, чтобы было не так чувствительно для компании, если это все-таки произойдет? Ну, я прежде всего хочу сказать, что у меня нет ни полномочий, ни желания оценивать деятельность правительства, для этого есть другие люди и другие руководители. Поэтому отвечу на теоретические вопросы. С точки зрения рисков, безусловно, эти риски, присутствующие в глобальной экономике, не могут не рассматриваться по последствиям как риски для нашей экономики. Наши попытки, попытки наших руководителей, попытки правительства предпринять меры по диверсификации экономики, на самом деле требуют значительного времени и значительных ресурсов. Как говорил Хаджанов Средин, сколько ни повторяй халва-халва, во рту сладче не станет. Поэтому, сколько ни повторяй модернизации, инновации, но если деньги не будут направляться на инновации и на модернизации, то вот сколько сможем, столько и сделаем. Поэтому экономика не дифферсифицирована. У нас неразвитый внутренний рынок. За счет чего вылезли китайцы, например? У них широчайший внутренний рынок. Они тогда постановили, политбюро, что сигареты покупать только китайского производства. И все стали покупать сигареты китайского производства. Я образно говорю. Но вот этот элемент, конечно, у нас сейчас отсутствует. И это наша большая проблема. С учетом связанности с глобальными финансами, с глобальной экономикой, мы не можем в одночасье огородиться по границе и что-то там внутри у себя начать делать. Поэтому должны быть драйверы экономики. И такими драйверами экономики на сегодняшний день, которые способны инвестировать крупные средства в диверсификацию, в модернизацию, в инновации, являются крупнейшие российские компании. Среди них, безусловно, это компании, принадлежащие государству, естественные монополии, это просто государственные компании и, может быть, небольшой перечень частных компаний, которые действительно развивают производство. Вот, например, металлургия. У нас сформирована потребность в длинных рельсах. Вот, значит, по крайней мере, два производителя, Евросхолдинг и Митчелл, они будут производить эти рельсы. Теперь вопрос о том, а есть ли риски, связанные с обнулением тарифов. Ну, конечно, есть. Потому что это точно недополученные деньги. И все должно быть сбалансировано. Эта балансировка должна произойти на уровне Минэкономразвития и правительства. Но совершенно очевидно, что если мы сегодня тормозим развитие компаний, которые являются драйверами экономики, то, соответственно, и экономика не будет развиваться так, как необходимо. Я, например, с этой точки зрения смотрю на ситуацию. Скажите, а эта заморозка тарифов, она может поставить под угрозу те инфраструктурные проекты, которые РЖД собирается, глобальные инфраструктурные проекты, которые РЖД собирается осуществлять? И может ли это осложнить выпуск привилегированных акций в пользу ФНБ? Послушайте, это, конечно же, влияет на все, что мы делаем. Это, конечно же, не может пройти незамеченным. Я не говорю ни о каких угрозах. Просто мы все прекрасно понимаем, и правительство это понимает, когда мы обсуждали эту тему, что недополучение определенных средств влечет за собой соответствующие действия по сокращению расходов. Ну, это, значит, как дважды два четыре. И ничего с этим сделать нельзя. Значит, все дальше взвешивается по паритету важности и ценности. Вот этой балансировкой, этим взвешиванием, по всей видимости, сейчас и будут заниматься, и занимается правительство. — Владимир Иванович, а вот буквально перед тем и после того, как было объявлено президентом, что средства ФНБ будут инвестированы в крупные инфраструктурные проекты, такие как развитие Транссиба, БАМа, строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей, обострились нападки и провокации в отношении вас. Вы намекали, что это может не нравиться людям, которые как-то недовольны распределением этих средств? — Ну, знаешь, это как бы предположение. Я эти предположения не могу опровергать, потому что я тоже человек тертый, много в жизни повидавший и знающий. И, конечно, это не просто так все происходит. С чего это вдруг фигура Якунина стала такой фигурой, условно говоря, равной фигуре Наполеона? Да не заслуживает эта фигура такого тщательно спланированного и оркестрованного, как принято у нас, говорит, наезда. Значит, речь идет не о самой фигуре. Ну, нравится, не нравится, это дело вкуса, в конце концов. Компания работала успешно, успешно. Значит, она демонстрировала положительную динамику, положительную динамику. Правительство оценивало работу положительно, положительно. Мы к себе относились критически, критически, и сейчас относимся так же. Но то, что происходит, это выходит за рамки обычной дискуссии и выходит за рамки конструктивной критики. Потому что ничего положительного для общества не предполагается. Ну, я предполагаю, например, кто-то говорит, вот Якунин плохо работает. Вот нужно было бы вот так работать, а он работает в другую сторону. Но если он сказал, что нужно было бы так работать, то тогда два варианта. Ну, давай тогда возьмись и сделай, если ты знаешь, как сделать. То, например, общество и правительство решают, что, ну, да, вот есть человек, который знает, как сделать лучше. Возможный вариант? Наверное, возможный. Но когда вся эта и оппозиционная, и неоппозиционная, вся эта критическая масса информации направлена только на негатив, ничего позитивного не предлагает, это просто разрушение того, что сегодня есть. В каких целях? Ну, поэтому пускай занимаются и те, кто должен этим заниматься, но и пускай общество делает соответствующие выводы из этого. Скажите, вы всегда, вот при прежнем руководстве Центрального банка, вы были таким последовательным критиком политики Центрального банка. Вот с этой точки зрения, как бы вы оценили первые шаги нового руководства? Мне трудно оценивать шаги, первые шаги руководства Центрального банка. Я не финансист. Я с глубоким уважением относился всегда к Эльвире Циквизадовне. И несмотря на то, что у нас были очень жаркие дискуссии, все-таки мы всегда находили общую платформу, потому что она человек, настроенный на развитие, она человек, настроенный на последовательное достижение общественно значимых целей. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Будут ошибки, ну, наверное, но это не мне судить. А вот с точки зрения того, что, на мой взгляд, политика Центробанка будет скорректирована, и скорректирована в позитивном направлении, я в этом абсолютно убежден. В заключение хотелось бы подвести какой-то итог. Могли бы вы описать свое видение будущего компании, может быть, даже на какой-то долгосрочной перспективе. И у вас в будущем году заканчивается контракт. То есть намерены вы продолжать руководить компанией или уже задумываетесь о преемнике? Давайте сначала. Значит, то, что касается компании, то я уверен, что перспектива развития ООСЖД как системообразующей компании для нашей страны заключается в ее нацеленность на использование новейших научных достижений, совершенной системой управления движением и, конечно, формирование нормального взвешенного рыночного сообщества, которое работает в этой отрасли. Безусловно, будут появляться все новые и новые рядовые по своим конструкционным особенностям и техническим данным, локомотивы, будут появляться новые вагоны. Мы должны, безусловно, решить проблему развития скоростного сообщения, а это значит развитие транспортного машиностроения, промышленности транспортного машиностроения. Мы же единственная отрасль, которая основной объем основных своих средств покупает у нашей промышленности. Мы поддерживали промышленность и сейчас поддерживаем своими заказами и будем поддерживать. Поэтому у нас локомотивы наши. Да, у нас есть уже и совместные производства, но на нашей территории. Вагоны наши, пассажирские вагоны наши, система управления и безопасности наши. Это все уникальные отрасли с этой точки зрения. И я считаю, что в этом ее особенность. Я уверен, что сейчас будут рождаться новые научно-технические проекты и вакуумные трубы, и магнитная левитация. Это все, чем мы занимаемся, занимаемся вместе с нашими партнерами. Я убежден, что перевозчик должен обладать не только тяговым ресурсом, но перевозчик должен обладать еще и определенным объемом универсального подвижного состава. И, наверное, к этому мы придем. И я глубоко убежден, что в области естественных монополий, по крайней мере, в области железнодорожного транспорта, нужно очень внимательно и вдумчиво относиться к тезису о развитии конкуренции. Потому что развитие конкуренции на одной линейке Транссиба – это хаос. Мы с этим столкнулись при проведении приватизации вагонного парка. – А ваш контракт и ваше собственное будущее в компании? – Что я могу сказать? Я отработал в отрасли только президентом компании уже 8 лет. Это достаточный срок для того, чтобы думать и о будущем, и подводить итоги. Как будет сформулирована эта парадигма? Зависит от правительства, зависит от президента. И я готов к любому варианту. К любому варианту. Считаю, что по своим возможностям, и по возможностям сегодняшнего правления компании, мы способны выполнять те задачи, которые перед нами стоят. И это не вопрос одной взятой личности. Хотя, конечно, от личности, как мы знаем, в истории тоже многие зависит. – Спасибо вам большое. – Вам спасибо за вопросы.